В Югре определяют резидентов будущего Сургутского Сколково. Строительство научно-технологического юнити-парка в самом крупном городе региона входит в активную фазу. Площадка уже отсыпана. Первыми на территории появится Центр биомедицинских технологий и кампус. Предполагается, что научными исследованиями на базе НТЦ будут заниматься не только ученые из югорских университетов, но и представители бизнеса. Как крупного нефтедобывающей компании, так и малого. Потенциал есть. О компании будущем резиденте, которая занимается редким для страны производством, следующий материал. Одним из резидентов строящегося научно-технологического центра Юнити-парк в Сургуте станет предприятие, которое занимается производством поверочных газовых смесей. Югра ПГС работает с 2004 года. Таких компаний в России всего пять, причем географии их клиентов не только наша страна, но также соседние Казахстан и Узбекистан. Здесь в цехе смешивают, проверяют и упаковывают по баллонам сотни и тысячи различных газов. В них эталонные образцы. Они необходимы на промышленных предприятиях для калибровки датчиков, реагирующих на утечку, например. Ранее завод в Сургуте использовал чистые газы чаще из Германии. Теперь сменили поставщиков. В Европе всего два крупных завода, в Китае их восемь. В Китае восемь крупных заводов, которые готовы работать с Россией, открывают все окна, все двери и готовы привозить, как вот от такой маленькой бутылочки и огроменными банками, ввозят к нам. Единственный минус Китая на сегодняшний день – это маркировка. Не первый год Югорская газовая фабрика сотрудничает с Юшкар-Алинским хромотеком в части производства баллонов и другого оборудования. А то, что не могут сделать партнеры, конструируют прямо здесь, в Сургуте. Например, этот прибор. Усовершенствованный спектрометр инженеров из Санкт-Петербурга. Ранее он предназначался для исследований твердых материалов или порошков. К нему сотрудник Югры ПГС Вадим Петров присоединил аналитический блок собственной конструкции. Здесь кюветы с золотыми зеркалами. То есть уже человек не вручную там подает от чего-то, сколько-то отчитывает. А здесь настраивается методика. Вакуумирование, продувка чистым газом, азотом. Затем уже напускается самый измеряемый компонент. Все это позволило автоматизировать и сделать его удобным для газового анализа. Пришлось даже делать похожее устройство на заказ для коллег из другого предприятия. А всего на счету инженера Петрова около 20 различных технических находок. Тиражировать изобретение и получать патенты станет проще, когда в Югре заработает НТЦ. У Сургута большой потенциал научный. Большой научный потенциал. Мы видим это как по предприятиям, как по образовательным учреждениям. Поэтому и в Сургуте принято решение строить НТЦ, который сегодня уже реализуется. Как раз только для того, чтобы такие предприятия могли становиться резидентами таких центров, где есть определенные льготы и формы поддержки. Именно такие предприятия, я в этом глубоко убеждена, они должны стать резидентами научно-технологического центра, который мы город Сургут, Югра, строим. С вами сейчас на 62 гектарах уже активная работа ведется. И у нас есть, так сказать, кем наполнять наш будущее, который достаточно близком будущем. На выходе научно-технологический центр. Свою работу научно-технологический центр в Сургуте должен начать в 2025 году. Наталья Соловьева, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания Югра, Сургут.